Забайкальский край Долгой интриги не получилось. 4 апреля Равиль Гениатуллин сам поднял эту тему во время выступления в Забайкальском краеведческом музее. Долгой посмеялись, похотали, что там уже администрация президента запрашивают. А что у вас там? Конечно, интернет читает. Конфликты какие-то. Какие у нас конфликты? Ну, никаких конфликтов нет. Да я критикую за мусор. Да я критикую за то, что там работа мне такая критиковать. Помимо отношений с мэром Читыра, Виль Гениатуллин вновь говорил о том, собирается ли он баллотироваться в губернаторы края на новый срок. Если я почувствую, и народ скажет, ты еще можешь и поработать, я поучаствую, победим, не победим, другой вопрос, и поработаю. Если я почувствую, что не надо, все, хватит, вопросов нет, не пропадем. Придем, мы здесь будем работать, кем-нибудь рассказывать, как мы что-то здесь помогали построить. Хотят ли видеть читинцы действующего губернатора будущим главой региона, мы спросили у них лично. Ну, думаю, да, он, наверное, лучше знает, что нам нужно, что нельзя. А он слишком, по-моему, инертный в некоторых вопросах. Я еще не знаю его конкурента. Потом могу сказать. Потому что Фаридович на моих глазах для меня лично сделал нехорошо, уничтожил аэропорт, не стало самолетом, ничего не стало. Чавик уже сколько лет во власти, по крайней мере, ожидаешь, знаешь, что, скорее всего, будет, что курс не изменится. А новый Чавик, ну, может, он быть хороший, может быть, плохой. Через год мы будем выбирать нового губернатора. Вы бы хотели, чтобы Фаридович остался на этой должности? Нет, не хотел бы. Да уже надоел. Вы знаете, я думаю, каждый должен делать свою работу, он уже устал. Он устал уже, ребята. Ну, так, в общем-то, претензий к нему нет, но пусть другой молодой побудет. Ну, в свете того, что делается, все-таки у нас определенные вещи делаются, скорее да, чем нет. Не, я хотел бы. Почему? Да что-то он в последнее время как-то не очень, это доброго не делает. 3 апреля в Сретенском районе в результате дорожного происшествия погибла женщина. Как рассказали в ГИБДД, 49-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля УАЗ, поссорился со своей женой, сидевшей на заднем сидении. В самый разгар конфликта женщина открыла дверь автомобиля и выпрыгнула из салона. Упав на землю, она получила перелом позвоночника и погибла на месте. Оценочные запасы удаканского месторождения увеличились с 20 до 25 миллионов тонн. Первая листовая медь-катанка с этого предприятия уже получена в лабораториях Австралии. Вывозить руду за границу пришлось для максимальной объективности в оценке ее качества. Помощь в транспортировке оказывал губернатор Забайкальского края Равиль Генятуллин. Об этом он рассказал на встрече с активом Краевого совета ветеранов. В разговоре прозвучали и другие интересные данные. Так, глава региона рассказал, что в 2012 году железная дорога будет построена до газзавода, а в сентябре Край получит первый промышленный объем добычи угля на обсадском месторождении. В свою очередь ветераны попросили для помощи их организации привлечь, цитата, какого-нибудь магната. Генятуллин в поиске, как он выразился, олигарха, пообещал поспособствовать. В районе села Ивановка в будущем появится трасса для драйгрессинга и картинга, сообщил в интервью на портале Забмедиа.ру мэр Читы Анатолий Михалев. По его словам, уже выделен земельный участок 112 гектаров под строительство комплекса для авто- и мотокросса, площадки и центра контраварийной подготовки водителей, трассы для драйгрессинга. В том же месте планируется строительство специализированной трассы для занятий и проведения соревнований по картингу. 3 апреля в Финляндии стартовал чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов. В первый день соревнований серебряную медаль в кроссовой дистанции 8 тысяч метров завоевала мастер спорта из Читы, чемпионка Европы Екатерина Приладных. По итогам забега Читинга уступила лишь хозяйке соревнований. Не исключено, что в четверг Екатерина выступит в следующей дисциплине. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедия.ру